Джиро медленно поднимался в гору, время от времени помогая себе реактивным ранцем. Шел четвертый день исследований, а у него было собрано только два дешевых образца бактерий. Комацу последние десять лет работал пилотом такси «Апекс Интерстеллар», но торгоицкое вторжение заставило местный филиал прикрыться, и это полбеды по сравнению с масштабной эвакуацией населения из системы. Он устроился на работу на авианосец, техником по обслуживанию, и последние несколько месяцев занимался подготовкой раку Амануи к длительной экспедиции. Пару недель назад стартовала Яна. Работая в такси, Джиро совершил несколько тысяч вылетов, но все не далее – ста световых лет от офиса. Такова была политика компании. А теперь, вечером пропуская кружечку-другую в баре перед сном, он слушал края мух рассказы пилотов о результатах их вылетов, о неизведанных мирах и новых находках. Суммы, которые платила Виста-геномик за отдельные биологические образцы, особенно если ты их нашел первым, были огромными и поражали воображением. Можно за неделю было заработать сумму такую, как в такси за год, но нужен был корабль. Камацу набрался смелости и попал на прием к владельцу авианосца. Командор, я работаю тут уже несколько месяцев техником, но в душе и по призванию я пилот, и на практике работал в Апексе, много лет отлетал на Аддере. Вижу, что здесь сотни пилотов и кораблей, возможно, я мог бы поступить вторым пилотом на один из них. Вторым пилотом, знаешь, все места в ангарах и на кораблях были заняты еще за месяц до начала экспедиции. И приди ты раньше, я бы отказал. Но вчера одного товарища раздавило его собственным ДВЕ, представляешь? К счастью, не насмерть, но месяц-другой поваляется. Могу дать в аренду его корабль. Но, оставив вместо техника, ты на него не вернешься, желающих тоже хватает. Вариант у тебя только один, паши как лошадь, чтобы накопить на другой корабль или как минимум на билет на возвращение домой. Если согласен, доступ к ангару я тебе открою. Да и не меняй там ничего в корабле, но относись как к своему. Спустя пару часов Джиро стоял около ДВЕ. Придирчиво смотрел посадочные опоры, крови нигде не было видно. Взнялся в корабль, проверил запасы топлива и припасов и запросил разрешение на взлет. Времени дать лет авианосца к следующей стоянке оставалось неделю, и Джиро очень хотел ударить в грязь лицом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин